В то время как российские дилеры распродают остатки первого поколения Хавейлов H6 образца 2011 года, в мире завершается жизненный цикл уже второй генерации, которая вышла в 2017 году и помимо Китая продается, например, на Украине. А скоро на автосалоне в Чэнду покажут третью по счету машину. Паркетник стал намного крупнее и базируется на свежей платформе Great Wall B30, впервые разработанной в Китае. На рынок модель выйдет с бензиновой турбочетверкой объемом 1,5 литра и 7-ступенчатым роботом. Позже будет и 2-литровый турбомотор. Полный привод в Китае никого не интересует, но на фотографиях просматривается независимая задняя подвеска, которая делает полный привод возможным на других рынках. Например, в России, где новый Хавейл вполне могут локализовать. Кроссоверы Cherry Tiga 3 и Tiga 5 покидают российский рынок. Как изящно выразился пресс-офис китайской марки, уступают дорогу молодым. Пятерка вышла в 2014 году и уже спустя год объявилась в России. В 2016-м кроссовер обновился и с тех пор продается без особых изменений. А вот младший Tiga 3 – ровесник понятия «китайский автомобиль». Кроссовер дебютировал 15 лет назад как просто Cherry Tiga, потому что других паркетников у марки тогда еще не было. Цифру 3 в названии приписали в 2014 году во время очередной модернизации. А вообще в разное время этот Cherry выпускался в семи странах. Причем в России на трех заводах – в Калининграде, Таганроге и Черкесске. И еще одна новость из мира китайских кроссоверов. На рынок готовится выйти Buick Envision второй генерации. В США и Китае предложат один и тот же набор с передним или полным приводом и 9-ступенчатым автоматом. Двухлитровый турбомотор для Китая дефорсирует. К тому же местный вариант Envision получит приставку S в названии, чтобы отличать новинку от старой машины, которую продолжат продавать. Наш интерес тут чисто академический, ведь это уже второе поколение Buick, которое производится в Китае и успешно экспортируется в Америку. Ни в Европе, ни в России эти машины не появятся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова